Итак, мы говорили с вами о ведьме, насколько я могу помнить. Вот как определить ведьму? Ну, как вы знаете, современные ведьмы, они все в боевой раскраске такой, что не определишь. Хотя, в общем, права. Если она в натуральном виде, то сразу узнаешь. А шапки? Шапки. Я говорю, что ведьма с шапкой, там с какой-нибудь мальчиком. Ну, а первое. Ведьма не может перепрыгнуть через огонь. Через что? Огонь. Если вы накануне Ивана Купалова, вот она радостная, почему ты прыгаешь? А зайчик прыгает. Я не видела угодно. Не прыгает, вот зайчик не прыгает. Тут проблемы тут возникают. А ты говоришь, что внешность, он какой сидит симпатичный. А видимо, он никак не... У него шапка в сумке 100%. Ну, во-вторых, надо варить иголки, нитки, гвозди, подковы. Ну, в кастрюльке, в чугульке лучше, в печку положили. Женщина обязательно придет. Потому что вот, кто пришел к женщине, все видит. Можете быть уверены. Дальше. Невидимую ведьму. Можно увидеть. Но способы есть разные. Надо взять три бараны. Если вы их поднимите, хотя бы одну. Мне доска с сучкома больше понравилась. Да, доска с сучкома, это классика. В каждом приличном доме должна где-то вот на стеночке висеть доска использованного гроба с выпавшим сучком. Да. Вы знаете, как оригинально. Привели мужика в дом, показали ему. Уверяю вас, что он больше не придет. Как избавиться от парня. За один день. Ну, очень удобно. Это всем хорошо известно. Нужно встать к ведьме задом. Извините за подробности. Голову опустить между ног. Вот туда. Я так не в такой позе, не в том возрасте, чтобы встать. Ну, короче говоря, вот я голову засуну. Ну, вот сюда. И, соответственно, смотреть. Причем уши должны быть зажаты бедрами и коленями. И вот в таком положении вы, соответственно, высматриваете ведьму. Придется черти что. Я вас уверяю. Потому что такой прилив крови в голове. Вы всех женщин увидите, как ведьм. Дальше. Если у вас бегает за вами какое-то животное непонятное, ну, ласка, например. Кошка какая-нибудь чужая. Все, она бегает так, как вам глаза заглядывают. Вот этого не надо делать. Позволять ей заглядывать в глаза. Нужно взять ближайшую палку и ошарашить, соответственно. Городник. Да. И на следующее утро, соответственно, соседка выходит ваша с перевязанной головой, с перебинтованной лапой. Или даже на костыле. И вы определили, кто в деревне ведьма. Ну, дальше. В купальскую ночь. Очень хорошо, чтобы ведьмы не бегали, через дорогу нитки протянуть. Черные. Она бежит, она перейти вот эту нитку не может. Или засыпать всю дорогу вот к вашему дому битым стеклом. А она же бегает босиком. Ей будет очень хорошо. Или нарубить ветки боярышника с шипами. Да, колючки. Да, колючки. Очень хорошо шиповник, терновник. Чтобы пробежало и больше никогда к вашему дому не подходило. Ведьма посещает церковь. Вот не надо считать, что ведьмы не ходят в церковь. Они ходят. Они рассматривают. Всё трогают. Правда, не крестятся. Как только священник начинает читать молитву, ну, типа, «Отче наш», или у вас в глаз идут «Христос воскресе», ведьма моментально бежит из церкви в ООН. Поэтому вот вы тоже смотрите внимательно. Кто из ваших подруг из церкви выбегает гонимый святым духом? Ну, как все ведьмы определяют? Ну, устраивают Макриду. Вот засуха, например. Жуткая засуха. Бабы и девки идут не женщины и девушки, а бабы и девки. Я не отговорился. Крестьянские. Идут, ну, мягко говоря, купаться. Вот мужики и парни где-то сидят в засаде. И вот как только вот они идут вдоль бережка, вот в самое глубокое место, выбегает толпа мужиков и всех их туда. Всех доедины. Если выплыли, значит, остальные были ни при чём. Остальных похороним, а ведьму прибьёт. Это где такое? Мы про ведьму говорим. А, в смысле, если... Если бросаешь в воду и женщина плывёт, значит ведьма. То есть все, кто умеет плавать, те уже по определению являются ведьмами. Абсолютно. Все ведьмы выступают на чемпионатах мира, в бассейнах, плавают как рыбы. Дальше. Фильм не видит обувь. Да. Это символическое уничтожение ведьмы. Ну, на Ивана Купалова. Не знаю, присутствовали ли вы при этом или нет. Ну, нет. Ну, уже отошло. Ну, вот в моём детстве ещё это было. Вот мы жили в Подмосковье в то время. На Ивана Купалова обязательно ходили папы. И искать. И искать. И посмотреть за девицами. Девицы прекрасно знали, что парни за ним следят, но делали вид, что они не знают об этом. Ну, во всяком случае, мой старший брат ходил и рассказывал в лицах. Я был маленький, меня не брали. Ну, нас... Когда ещё это... Вот 50-е годы. 50-е годы 20-го века. Вы тоже так были. Нет, я допускаю. Ну, тогда это, понимаете, сейчас это, так сказать, псевдо... Да, псевдо-славяне, вот псевдо-язычники, вот они это устраивают. Почему псевдо? Это... Ну, потому что я не очень верю в наличие современных язычников. Заходите, зайчики, заходите. Слушайте, с каким гаремом пришёл, а? Ну, я молчу. Раз, два, три, четыре... Ну, ты, ну, ты даёшь! Радостный такой. Ну, не то слово. А мы ваш фан-клуб. Просто первый курс, у нас другие... Это слово к вам, может быть? Ну, зайчик мой, сиди, конечно. Да, вы вовремя. На проведину говорили. О! Не по-другому. Как не старалась советская власть, да, это всё выстрелить? Я думаю, что даже не власть. Время. Время. Уверяю тебя, что вот те же самые процессы шли и на Западе, в псевдодемократических странах. Эпоха другая. Ну, понимаешь, уже перестают в это верить. Ну, на Западе как бы это имело более естественное... Ну, ну да, у нас же ведь тоже вот сейчас масленица. Уверяю вас, сейчас будут сжигать вот эту масленицу дурацкую, блинами всех будут кормить. Ну, это уже превратилось в театральное действие, в игру. А тогда, когда в это во всё верили. Верили. Ну, в всяком случае, когда ты прыгаешь, тебе нравится девчонка, я вам рассказывал, прыгаешь через сагу вместе с ней. Ты, соответственно, в неё вцепишься так, чтобы она это не пыталась выручить. И считается, что вот если ты с ней прыгнул вместе, то всё уже, брак, любовь навеки. Поэтому там всегда, всегда там высматриваешь Наташку. Да куда Наташка пошла? Там же там всё было распределено. Ну, а Наташка-то симпатизировала моему другу, Вовке. Обидно мне было всегда. Это Наташи. Да, но Наташке-то уже куча внуков, я думаю, что и правдники есть. Ну, ладно. Уехала. Я слышала сейчас вот от своей знакомой. Она говорит, нет, я обязательно блины печь. Ты что, блины не печёшь? Ты что, раз так можно? Нет, это святое. Надо печь блины. Это святое. Иначе будет достатка в доме. Это у меня пролезнется. У меня мама и папа, они были неверующими людьми. Ты не знаешь, что такие? У нас всегда... Я с бабушкой, бабушка мне говорила, я с бабушкой... Да, у нас всегда в доме яйца красили, блины пекли. На Иванку Павлову нас отпускали. Точнее, брат меня-то зазывали, так называют. Или как загоняли домой. А брат там до утра шастал, где-то там вдоль речки. То есть это нормально было. Это входило в комплекс воспитания подрастающего поколения. То есть отец с мамой смотрелись на это сквозь пальцы. У нас икона висела, потому что у нас бабушки были верующими. Правда, в школе периодически возбухали, поэтому были. Потому что советские русские люди любят стучать друг на друга. У учительницы висит икона в доме. Ну, мама объясняла, что это икона моей матери. Это икона моей тети. У меня две бабушки было. Две сестры. Вторая-то меня и воспитывала. Родная была очень больна. Но, во всяком случае, у нее это периодически приходилось объясняться. Ну, ладно. Тоже дикость. Ведь вот, вы знаете, когда у меня бабушка тяжело заболела, ее соборовали. Да, ну, Господи. У отца на работе были проблемы. Как вы посмели пригласить папа? Он говорит, а что я могу сделать? Что я могу сделать, если это последняя воля моей тещи? Как я могу не пригласить священника? Это старинные русские обычаи. Но отец не был коммунистом. И мама не в них входила в эти масонские организации. Их привлечь не могли. Но все равно неприятности были. Ну, ладно. И вот, иногда вместо чучела деревца ставили. Пучки зелени, укрепленные на шесте. Лошадиный череп таскали. Нет, это вот сжигали. Сжигали. Ну, жабу на костре пекли. Но они так пищат отчаянно. Чтобы съесть? Нет. А потому что жаба всегда символ ведьмы. У жабы всегда ворона, и у колдуна всегда ворона и жабы. Ворон для мужика, а жаба для женщины. И ведьмы часто превращались в жабы. А в жмею нет? А? А в жмею нет. Ну, в пресмыкающихся. Понимаете, в чем дело? Вот, ребят, я хочу вам сразу сказать. Я вам излагаю традиционную версию. Но подобных верований десятки. У нас колоссальная страна. Ну, представьте себе. От Атлантического океана, ну, грубо говоря, Балтийского моря, до Тихого океана. От Северного Ледовитого океана до Черного моря, ну, в свою роду приток Средиземного моря. И живут люди в разных климатических условиях. Север, там своя культура. Центральная часть своя культура. Южная часть казаки своя культура. Они даже часто и не соотносятся. Поэтому у них разные обычаи. Поэтому очень много вот такого рода различий. Не значит, что я говорю не то. Это значит, что я просто высказываю одну из версий. Это понятно, да? Да. Ну, ладно. Теперь смерть ведьмы. Ведьмы всегда умирают очень тяжело. Когда начинается дождь, снег, буря, гроза, молния. Ну, в народе всегда говорят, ну, ведьма помирает. Она тяжело умирает. И вот, как правило, как только вот она умирает, появляется собака черная. Вот она постоянно около двора бегает, воет. И когда ведьму несут хоронить, она ее сопровождает и даже часто остается на магии. Ну, кто эта собака, я думаю, вы догадались. Черт. Или колдун, любовник, ведьмы. Очень часто смерть не приходила долго. Вот лежит человек, мучается, мучается. Нужно что сделать? Ну, разобрать или потолок. Вышло. Да, вышло. Или вот окна открыть, чтобы вышло. Потолок потом нужно обязательно заделывать четко, быстро, чтобы вышло, и чтобы она не вернулась. И окна тоже закрыть. И лучше их замазать белой краской, и кресты поставить. Ну, закрестить дом. Хорошо известно, на Рождество все в деревнях русские дома крестили. Это или светочкой вот по бревнам. А сейчас часто мел на нее. Просто закрестили все. И окна, и дверь, и венцы. Седьмой венец – это святое дело, закрестить. Ну, ладно. Ну, как хоронят? Ее хоронят обязательно вне кладбища. За погостом? За погостом, да. А кто хоронит эту хоронить? Ну, родственники. Но следят за этим односельчанием. Ее не позволят хоронить на освященной земле. Ведь все погосты старинные. При церковке, да? Да. А это, ну, там, так называемая церковь кладбищенская. Ее может и не быть. Уже могли бы сломать кладбищенскую церковь. Там могла быть часовинка, но могла сгнить в советское время. Но все равно эта земля освящена. Вот современные кладбища XX века, они, как правило, не освященные. Не освященные, поэтому там никто протестовать не будет. Но все равно ведьму хоронить не будут на этой земле. Везут ее окольным путем. И гроб крутят. Переворачивают. Ногами вперед, головой вперед, боком. Поперек телеги положат. Везут ее по каким-то буеракам. Кидают зерно. Кидают мак. Очень широко распространено. Я вам рассказывал, почему, да? А пилки кидают. Пади там собери эту на дороге. Чтобы вот она не вернулась. Извините, пожалуйста. А большинству ведьм вообще знали, что они ведьмы? Они просто жертвы. Конечно, ты. Нет, ну, это понятно, что они знали. Вот посмотрите сейчас соревнования экстрасенсов. Нет, меня это не интересует. Они все говорят, моя бабушка потомственная ведьма. Или я получил свой дар. Вот бабушке она мне передала. То есть они знали. И в деревне. Деревня знает все. Вот это надо сразу помнить. То есть ты попадаешь в деревню. Я помню, я мальчишка еще. Я очень любил шастать везде. А стой, рюкзачок туда, кусочек сальца, кусочек. Булку положишь. Там еще там яблоко пару. Там картошечки испечь. И черти куда, уйдешь. Мама все у меня боялась. А я любил шастать везде. Я помню, вхожу в одну деревню. Сейчас ее уже нет. Горохова она называлась. И слышу. Крик такой. Идет. С мешком. У меня рюкзак садится. Это 50-е? Думаю, начало 60-х. Тогда колхоз был в этой деревне Горохова. Одна деревня, она небольшая. Ну, колхоз там был. А то мне я рассказывал. Это было в начале самых 30-х. Может, Сергей Николаевич договориться сначала? Я не знаю, что. Ну, ладно, ладно. Ладно, ничего. Так вот, деревня знает все. Понимаете? Я прошел, значит, потом скачет мальчишка на лошади. Верховный. Я вот где-то, наверное, километр в пять отошел. Он уже едет мне навстречу. Я его позову. Мечта. Ну, я на лошади. Я и лошадь как-то. Мы несовместные были. А он скачет, так смотрит. Говорит, это ты, что ли, через Горохову прошел? Как они успели из другой деревни навстречу? Уже все. Ну, ладно, что дед-то там? А, ну, он там с соседскими ребятами, он тоже в деревне жил. Они играли за пределами деревни в поле. И увидели шаровую молнию, которая летела очень близко к земле. Потом залетела за холмик и взорвалась. Они побежали домой, рассказали родителям. Родители взяли вилы и топоры и пошли к местной ведьме. И чуть ее не убили. Но взяли с нее слово, что больше не будет детей пугать. Это начало 30-х. Ну, я знал людей. Сейчас этого человека нет. Который залетела шаровая молния. Их было несколько человек. Их сейчас практически все они ушли уже. Прямо на террасу. Это вот здесь, в Подмосковье. И она, они все замерли. Ну, люди уже в возрасте были, понимающие. И вот шаровая молния прошла. И через террасу, у них там типа отверстие такое было. Вот она вышла и куда-то ищет. Я шаровых молния не видел. У меня отец вилы маленький был. Залетела прямо в дом. К нам тоже в дом залетала. Я в деревне выросла. Это вообще просто, я не представляю. Хорошо не взорвалась. Она в счетчик ударила. А, все-таки же в счетчик ударила. Ну, видимо, электричество-то электричество. А у вас вылетело. Ну, это повезло. Говорят, что они ужасно взорвались. Да, они замерли тоже все просто. Главное не создавать вот этих воздушных. Ну, она чипнула по шкафу. И там вот, как мне рассказывали, ну, прям черт-палена осталась опалена. Ну, как она взорвалась от этого. Ну, это повезло. Богу помог. Ну, ладно. Теперь на шабаш. Кто летал на шабаш? А, у него есть, есть у нас. Как сейчас помню, да? Вы помните описание шабаша из знаменитого романа. Мужчинам это тоже относится в качестве перевозочного средства? Ну, да. Как вы помните, кое-кто на одном хряке летал. Имеется в виду Маргарита. Ну, ладно. Так вот, в Альпургеву ночь. А в Альпургеву ночь это у нас когда? Скоро будет. Готовьтесь. Покупайтесь на дыбье. Первое мая. Всегда как в метлу от пыли отрихнуть. Метлу, да. В общем-то, мажутся традиционно жиром крота или жабы. Почему жаба всегда сопутствует ведьме? Кротов поймать проблем нет. Выходите с лопаткой и, соответственно, роете, 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 роете. Вы все равно роете быстрее, чем этот профессионал. Шахтер. Средство передвижения. Но вы все привыкли к... Метле. Метле. Начитались Гарри Поттера. Я вам напомню, что летают на виллах, на граблях, на сучке дерева, на косе и даже на лопате. То есть у любой приличной ведьмы на балконе всегда стоят эти орудия труда. Место шабаша. Но это Майдан, как вы знаете, мы говорили в прошлый раз, Лысая гора. А сейчас там наши братья по разуму настроили многоэтажки, поэтому сложности. Вот сейчас новое место не определено. Как правило... Крым. Крым, да? Ну, хорошо, я думаю, угленивать. Вот дела. В районе Коктубер. Ну, это перекресток. Перекресток дорог. Скажем, небольшие рощи вылетают исключительно, это запомните, не с балкона прыгают, как сейчас у нас принято. Потом сообщение в газете необъяснимое самоубийство. Это просто неопытная ведьма была. Сиганула на лопатях. Да, да. Не сдала, не сдала, кроме права. Вылетают на метле через дымоход. Если у вас дымохода нет, даже не пытайтесь. Вентиляция не будет? Нет, там пауки. И дым нужен, чтобы вот накурил тебя. Обязательно в голышом вылетают. Это, ну, все вы знаете, это мне вам объяснить. Так вот, чем занимаются занимаются на шабаше? Шабаш это бау. Бау, ведьм и чертей. Во-первых, пир. Пьют. танцуют. Да. И еще, что самое главное. Кастры может быть. Поклоняются козлу. А козел у нас кто? Сейчас скажут, мужик. Ну, я согласен, мужики козловатые. Козел это символ черта. то есть, они поклоняются дьяволу. Извините, пожалуйста, а то, что перекресток дорог, то, что там кресло не дает? Нет. Дело в том, что перекресток, дорога, дорога, любая дорога уходит в загробный мир. Любая. Куда бы она ни шла, потому что дорога бесконечна. А перекресток дорог это удвоение. Бывает, когда сходится и вообще там три, четыре, там пять дорог. Туда лучше не подходить. Если вы летите на своем Мерседесе, вы закрываете глаза, отпускаете руль, и пускай он летит куда угодно. Обратите внимание, на перекрестках всегда встречается нечисть. Это гаишники. Нет, по статистике говорят, больше всего сложно говорить. Мы едем с другом на рыбалку. Пустая совершенно дорога. за Сербиевым посадом. И вдруг пробка. Там сроду не было пробок. Тащимся, тащимся. И вот на пустой дороге в лоб столкнулись два козла. От машин остались только вот куча этих пластиковых 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 и валяются там две искорежные. Как можно было попасть? Еще раз всегда дорога пустая. Там вообще никто мне есть. Я не знаю, мы просто проехали. Я говорю, Сашка, я тебя умоляю, ради Бога, не гони, но у меня летчик. Большой любитель там кого-то обогнать, подрезать. Я говорю, чуть-чуть мы едем. Говорю, Саш, я тебя умоляю. Я все время напоминаю, ты помнишь, я всю жизнь за рулем. Я с ним езжу всегда спокойно, но большой любитель лететь вперед. Колдун. Итак, о женщинах поговорили, поговорим о мужиках. Колдун человек с демоническими свойствами от рождения или получившим их в результате контактов с сакральными демоническими силами. Распространен у западных славян этот тип и у восточных славян. Южные славяне колдуна не знают. Скажем, болгары, сербы, хорваты, у них вештятся. Колдун женщины вештятся. Поэтому для нас, для нас это вот что называется национальное. Как назывались на Руси чародеи, ведуны, чернокнижники, ведьмаки, знахари, волхвы. Как правило, вид, как и у ведьмы, не очень красивый. Горбатый, хромой, кривой, с бельмом, красноглазый, рыжий обязательно. Это святое. Ну, иногда бывает черный. А поэтому рыжий бит лопатой? Ну, рыжий, рыжий в русском сознании всегда был жуликом. Поэтому клоунов в России не звали дурацким европейским словом клоуну, а их звали рыжими. Еще до революции, в начале 20 века все клоуны назывались рыжими. Благанные деды назывались рыжими. этот клоун привнесено циркачами современными, которые стали ездить в Европе и там наслушались импортных словечек. Итак, колдун, как и ведьма, он заключает договор с дьяволом, потому что после смерти душа его попадает исключительно в ад. Но при жизни дьявол ему служит и дьявол исполняет абсолютно все желания колдуна. Договор подписывается ночью в нехорошем месте, ну это перекресток дорог, баня, развалины какого-нибудь здания, где кто-то когда-то совершил убийство, на кладбище неосвещенном, как правило, это за кладбищем, там, где хоронят самоубийца. Как план действия сейчас записывается, что запишем и пойдем. Не верь, зайчик мой, профессор все врет. Ну, во всяком случае, моя попытка заключить договор с дьяволом не кончилась ничем, я думаю, я вам об этом рассказывал. Не рассказывал, что ли? Ну, я расскажу. На коже висельника пишется договор кровью. То есть, надо еще найти висельник и снять с него со спины или с груди кожу, соответственно, обработать ее. Да, это сложно. Во время вот этого договора человек отрекается от Бога, от жены, но это святое, от родителей, от детей, причем он стоит на иконе ногами, да, ликом вниз, да, ликом вниз, ликом вниз, грязь ее кладет. Иногда заключается договор на кресте. Человек лезет, скажем, на церковь, слезает на крест, но это очень опасно, потому что вы сами понимаете, крест ребята закрепляли после третьего стакана, а то, что после третьего стакана в России делается, это, как правило, брак. можно влезть на кладбище, на крест. И вот, сидя на кресте, заключается такого рода договор. договор скрепляется выстрелом в просфору, на колокольный звон, в сторону церкви, в сторону луны, причем стреляет, как правило, измельченным, скажем, крестом, всем освященным. Вот его рубит. Картеч. Картеч, да, картеч. Рубит, скажем, крест, вот в патрон закладывает, стреляет. Ну, так, для усиления эффекта, отречения. Я думаю, никто и не пробовал стать колдуном никогда. Слишком сложно. Ну, сложно, да, найти висельник и быстренько снять с него кожу. А вот такой вопрос. Вот у нас считается, это хорошо, считается, вот подкова, которая висит, в андре, считается, что это удача. Да. Ну, а как же, какая удача, если это, как, мне кажется, это что-то темное. Нет, нет, сейчас я объясню. Тут вот в чем дело. Под лошадь, лошадь и человек, животные очень близкие. Ближе всего к человеку корова. Она должна потереться под колу. Да. Из нее снимают. Да. Почему? Потому что дает молоко. Черт вообще не подойдет к корове. Лошадь. Потому что лошадь и человек очень и очень близки. Да. Причем, ведь дьявол лошадей не любит. Как правило, он их загоняет. Даже если он сядет, воспользуется, он, как правило, лошадь погубит. скачет. У него тоже копыта, но это связи никак. Нет. У него последние копыта. Милыш, какие? Козли. Поэтому, сейчас, поэтому действительно только потерянная под колу. Я вот приехал на место, где жил мой прадед. Там живут дальние родственники. Очень дальние. Ну, встретили нас очень хорошо. Я что-то вышли выпить, выпили немножко. Вышли там поговорить. А я хожу по дому, где жил мой прадед. Впервые, последний раз там был. И на стене висит ряд подков. Мне говорят, что такое? Он говорит, да он выпахл. Я говорю, да, это подковы от лошадей, которые... Припашни потеряли. Да, припашни потеряли. Это лошади моих предков. Вот это вот подковы, две подковы мне дал, они вот у меня лежат, хранятся, как память о моих предках. Это единственное, что у меня есть. От прадеда. Больше ничего. У меня два вопроса. Первый. Баба-Яга это же ведьма? Ну да, одна из разновидностей ведьмы. Ну это правда, я слышал от одного из преподавателей, забыл фамилию, здесь. Почему у Бабы-Яги на хозяйстве не может быть козла? Дочек, мы этого я не знаю. Как-то я не задумывался над взаимоотношением Бабы-Яги и козла. Они действительно не знают. Ну, козел это символ черта. Да. Как-то вот так получается, что именно поэтому он не может быть. Ну, может быть. Вот я, честно говоря, как-то никогда не связывал Бабу-Ягу с хозяйством. У нее традиционно никогда ничего нет. Ведь даже понимаете, вот из животных у нее был, скажем, кошка-филин. Это обязательно. И чем она занимается? Она занимается людоедством. Забегает к ним Ивашка-белая рубашка. И Ивашку, соответственно, она, да, она быстренько приглашает сесть на лопату и немножко погреться в печке. То есть она любит такое кошение, как барбекю. Сырать. Вот я, честно говоря, ни козы, ни коровы, коровы тем более нет, конечно, у нее. Никогда я не встречал, чтобы была. И еще такой вопрос. Существует такой вот, не знаю, анекдот или не анекдот. Человек на счастье повесил подкову, наутро пришла лошадь. Вот в чем юмор, я не совсем понимаю. Ну, я тоже не знаю, зайчик мой, что там, что она пришла. Потеряла, отдай. Да. Под GPS-навигатор так. Мужика, не твоя подкова, отдай. Ну, ладно, пошли дальше. Подкова, отдай. Так вот, можно продать не только себя, девушек, можно продать своего ребенка. Тещу. Ну, я вот только к этому подходил. Жену, это святое, она и так ведьма. Что здесь не так? Нужно же согласие. Мужачек мой, тебя заколдуют и все. Еще согласие у женщины спрашивают. Короче, думать надо, за кого замуж уходишь. Чтобы не продал. очень хорошо иметь чертенка. Действительно. Шурка. Шурка, шурка, можно выносить таким способом. Вы берете куриное яйцо, кладете себе под мышку и девять недель носите. Через девять недель у вас, соответственно, там кто-то запищит и вылезет вот такой шутенок. Шуток. Вот это будет настоящий чертенок. Но кто не верит, попробуйте. Что там девять недель под мышкой яйцо подержать? Никаких проблем нет. После девяти месяцев это вообще не надо. Так вот. Легко. Умирающий колдун может передать по наследству все свое хозяйство, все свои колдовские знания и даже шутка кому-то из близких. Причем не обязательно он должен это знать. Скажем, колдун умирает, просит принеси мне кружку воды. Вот, соответственно, ты берешь кружку, несешь, а кружка вот на нее уже наведена чара. Вы поняли? Да. То есть челесь предмет. А вода еще? Там вообще ничего трогать нет. Да. есть колдуны от рождения. Ну, скажем, если ребенок рождается у ведьмы и колдуна, у ведьмы и черта. Второе, проклятые дети, когда родители проклинают ребенка. Ни в коем случае этого делать нельзя, потому что колдун, черт, ведьма так и крутится рядом с детьми. Отсуленные дети, отсуленные. Отсуленные дети, это дети, которых послали. Пошла бы ты к черту, шла бы ты к дьяволу, шуток тебя возьми, и так далее, и тому подобное. Это отсуленные дети. Такого рода детей, естественно, сразу же забирают. С отсуленными детьми мы встретимся в разговорах, когда мы будем говорить о лешем, о водяном и так далее. Дальше. Колдуны это профессия, потому что колдун, как правило, имеет свою клиентуру. Надо делать пакость соседу идешь к колдуну. Но колдун может быть связан с огнем, поэтому чаще связан с огнем. Поэтому кто у нас? Кузнец. Чаще всего. Ну, у меня тоже дед был кузнецом, никаких проблем нет. Мне даже фамилии моей мамы напрямую связаны деда, напрямую связаны с кузнечным ремеслом. Пастухом, потому что он постоянно контактирует с нечистой силой, хочет он или не хочет. В поле с поляницей, в лесу с лешим пошел поить скот с водяной и мельники. Ну, хорошо известно, что под мельничным колесом всегда живут черти. Вы сейчас такие профессии назвали, я думала, что это вообще самые чистые люди на земле, это вот эти кузнецы, кузнецы, мельники. почитай, Алексей Константин читал, что князь серебряный к колдуну мельнику постоянно ездит на консультации. Итак, помощники колдуна это черти в виде маленьких человечков. Их зовут уже, мы говорили, шутики, сотрудники, шишки. Они работают все время, как домашние эльфы у Гарри Поттера. Кикемера помните? Не читала. Кикемера из 3 дня. Ну, доми. Ну, даже я читал, а вы не читали. Ну, прочитай, зайчик мой, это нужно посмотреть. Не хочешь, ну, смотри. Не смотри, ну, смотри. И вот, они постоянно работают. Если они не работают, то они начинают вырядить колдуну. Их надо занимать. Ну, например, дать им приказ свить веревки из дыма, выходящего из трубы. И вот, если дым у всех поднимается спокойно и струей столбом вверх, а у кого-то мотает вот все над крышей, можете быть уверены, что там живет колдун. Или собрать в лесу все иголки от елки. Все доедины. И они могут это выполнять. Ну, или, например, забежать в поле соседа и вытрясти все колоски. Причем так, чтобы ни одного колоска зернышка не осталось. И притащить так в свой амбар. Нужные ребята очень нужные. И вот, чем занят колдун? Во-первых, напускает порчу. Это святое дело. Напустить порчу на парня, на девушку, на соседку, на соседа, на скот, на посевы. Дальше. Он портит взглядом. Ну, я вам скажу так. Мы с другом, с Юрой на севере было. Вот зашли в одну деревню, в дом. Ну, там как входишь, совершенно спокойно постучался, стучался. Надо перекреститься, естественно. Ну, Юрка-то крещённый я нет, но махануть-то крест проблем нет. И мы вошли, перекрестились, и подошла женщина. Она на нас посмотрела. Мы попятились. Вот мы оба с высшим образованием. Юрка-то уже был кандидат наук. Я был аспирантом в то время. Мы уже не пацаны. Нас аж как знаете, как вот вымела. Вот правильно сказать, отбросила. У неё взгляд напросительный. Нам потом сказали ведьму. мне понравилось, что вы перекрестились. Да. Это имеет реальную основу, да? Да. Да. Ну вот мы привыкли работать со старобрядцами. Почему я с бородой всю жизнь хожу? Вот как в 1974 году я её надел, я её не снимал. Только когда в армию попадал, приходилось бредиться. Но там не будешь бредиться, окажешься на губахте. на губе. Но офицеров-то уже офицеров, конечно, не трогали. Там просто под домашний арест. Будешь сидеть в казани в радости. Поэтому, конечно, борелся. А так вот я всю жизнь только потому, что со старобрядцами работал. Там нормально. Ты пришёл, перекрестился двумя перстами, всё. Они тебя за своё принимают. Иногда. Чаще всего не верят. Но это другой вопрос. А вот нас действительно выкинуло и того, и другого. Мы ошалели. Как-то мы попятились, попятились вот туда. Бывают люди, у которых страшно заботиться. Бывают люди, у которых страшно заботиться. Да. Ну, что ещё? Вот вы идёте по деревне, видите, стоит мужик, что-то в воздух подбрасывает или наоборот сеет на ветерочек и что-то шепчет. Всё. Он пускает по ветру чёрный заковер. Ни в коем случае не ставьте с подветренной стороны. Всеми силами убегите, потому что это может перейти на вас. ну, иногда вы идёте и видите, кто-то там у вас под забором, под воротами роет, что-то зарывает. Но надо посмотреть, отогнать и посмотреть. Ни в коем случае в руки не брать. Это может быть колтуны, спутанные волосы, шерсть больного животного, кусок шкуры. Это может быть... Вот я к этому подходил. Мёртвые животные, птицы. Может быть, это ногти. Они очень ценятся, особенно срезанные с покойника. очень ценятся в этом деле. Поэтому надо всё это дело аккуратно вычистить, ни в коем случае не прикасаясь руками. Ту лопату или те орудия, которые вы используете, выбросите туда, где никто их никогда не возьмёт в руки. В огонь. Ну, в огонь, да. У нас вот, когда я был, так называемый змеиный овраг, мы, мальчишки, конечно, ласили, а так нормальные люди туда не хотели. Вот туда всё кидалось. Всё выливалось, скажем, покойников тогда обмывали, сейчас в морге делаются. А тогда же обмыть надо покойника в корыте, вот моют, и вот всё, воду эту выливают вот в этот овраг, корыто туда летит, все эти тряпки, всё туда, туда, туда. Но мы все знали, там брать ничего нельзя, всё равно что любопытно посмотреть. Мы шастали там всё время. Ну, что ещё? След кто-то вынимает. Вы прошли? А потом какой-то придурок, да, или лопатой или ножом вот так вот соответственно и тащит этот след в печку и прежде чем выпустить в печку он её гвоздями или иголками вот так вот втыкает, 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 произносит заговор но болезнь ног вам обеспечен. Я вас очень напугал? Не верьте, дядя всё вредит. Ну, ладно. У нас с вами, к сожалению, звонок. Продолжим следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok